Киева Матвеев Олег Валентинович, с участием прокурора-криминалиста прокуратуры города Киева Леонова Юрия Михайловича, в соответствии со статьями 143, 145, 146, 85, со значком 2, в Главном процессуального кодекса Украины, допросил дополнительно в качестве обвиняемого Лешко Олега Валерьевича. Перед началом вопроса обвиняемо, объявляемо, что в ходе допроса будет применяться видеозапись с использованием видеомагнитофона 1-40 М7 на видеокрассету Fujita 180. Видеозапись осуществляется по огромным криминалистам прокуратуры города Киева Леонова Юрия Михайловича. Время начала допроса 11 часов 34 минуты. 11 часов 34 минуты. Перед началом допроса, Олег Валерьевич, Вы готовы на сайте момент давать показания в качестве обвиняемого? Да. Отвечать на поставленный опыт? И при каких обстоятельствах Вы познакомились? Примерно. Зимой где-то. Насколько я так помню, зимой. При каких обстоятельствах? При каких обстоятельствах я так точно сказать не могу, но, насколько я помню, по работе что-то мы так стыкались. Значит, сначала чисто рабочие взаимоспособности, так как я был главным редактором газеты. Это ваше знакомство произошло, когда вы уже были назначены главным редактором газеты в коммерсийном листе? Да. Мне казалось, что у нас завязались с ним дружные отношения. Я, конечно, не допустил бы того, чтобы там тот и залишался бы в рамках службы. Но я все-таки не подозревал, да и никогда подумать не мог. То я был не против дружбы. Засиделись до пизна, там один до одиннадцати. Где вы сидели? Володяна в кабинете на Владимирской. Наши машины... Да, службы машины. Вы пили пизаграм. Я, конечно, был под градусом, поэтому, возможно, немного не ориентировался. Я не знаю, что пив меньше у меня. Я сейчас все помню. Что оно, так бы можете, и завязалось, чтобы он, возможно, использовал себя тем, что я больше выпив, чем он. И потом, когда мы вышли... Ну, будь ласка, поедем, так поедем. Какая разница? Поехали. Я отпустил свою машину. Свою... Кажу, завтра приедешь домой. До меня. Врань, это значит. Как завжди водитель приезжал на пів восьмого, на восемь. Додому до меня. И мы поехали. Потом я... Ну, говорю, поехал. Раз ты считаешь, что мало, то давай, я хоть добавлю. Я его запитал. Кажет, ты, Боря, свою машину скажешь, чтобы подождать, потому что мы идем домой. Он говорит, а нам не придется, останется у меня. Я говорю, да, что я наш. То-се. Но он так настоял, мол, да, оставайся, ничего там, переночуешь, а завтра разом поедем на работу. Ну, я погодился. Остался, значит, мы... Так, отверто скажу, чи приставать до меня? З разными там... Деваня Ильич, я... Дуже письмо. Это было где-то 12 ночи, первый час. Потому что мы владея Ильича засиделись один до одиннадцати, не меньше. И потом, поки доехали туда, поки, так бы могли, по 100 грамм выпили, это еще прошел час. А потом, когда он начал приставать, я сначала его не зрозумев, отверто кажучи, ну... Мало что пьяному, так бы могли, в голову зберететь. Олег Ильич, точнее, в чем выражалось приставание? Ну, в чем выражалось? Ну... Сидимок и мог по 100 грамм, он внезапно встает, обняв меня. Ну, питается, чего? Ну, я это сначала не спринял, так бы, мол, ты за что? Ну, мало что, ну... Это, так бы мол, ты не маешь, ты ничего плохого. А потом, он начал пропозиции, так бы мол, ты разъяснил, что я тебе и там поможу, и там поможу. И спонсором тебе для газеты найду, и по работе поддерживаю тебе. И все разные пропозиции, значит... Я это принимал, как задолжен, ну, думаю, друзья, значит, должны один одного помогать. И ответы тоже начал пропоновать, мол, я говорю, если надо, то я интервью с тобой сделаю там пропаговать в газете. Но я увидел, что чем дальше он рассказывает, тем дальше они говорят, не туда и где. Как бы сказать, так бы мол, ты, толерантно. Ну, если говорить, так бы мол, ты прямо, то им запропоновал мне не просто двужные стосунки, так бы мол, ты установить, а больше таки. Если квалифицировать по правильному кодексу или криминальному кодексу, то это скорее подходит под гомосексуализм, если так сказать. Потому что у него были такие, так бы мол, пропозиции, натяки, что я другим словом сказать не могу. Он конкретно сказал? Запропоновал. Запропоновал конкретно. Я сначала не поверил, сказал, потому что ты мне, если ты там подумаешь, то ты неправильно понимаешь меня. У меня совсем не тот характер тальбину и развитие. Но он все более настойчиво и настойчиво вимагал, как говорят. И все это проходило в один вечер, до речи. Это все время и шоу, и, значит, уже там истограм не появился, потому что не до этого было ему. Я ему оправдывался, что ты мне неправильно понимаешь, а он сказал, так, ну мол. А в чем произошло то, что он настойчивал? Ну, в чем? Ну, я сказал уже, что он предложил мне поддержку по работе и все остальное, чтобы только я, так сказать, поддерживал с ним связок. Именно в таком плане связок. Я отмолялся. А потом в раннем я остался, в раннем приехала машина к его, и мы приехали на работу. При гоносексуальности я, насколько я понимаю, два партнера, активно и посевно. Если у вас, конечно, интересные подробности, то я могу рассказать. Но я хочу сразу сказать, что это было незвичайно. Если так сказать, я, так сказать, ориентуюсь в этих вопросах. Потому что я же понимаю. Это был незвичайный связок, где есть активный и посевный. Если брать по этим параметрам, то, конечно, я выступал как посевный. Но если бы ты вообще выходил за рамки, то я ему сказал, Боряк, ты не то делаешь. Если я даже и согласился на твои вот эти условия, то только через то, что ты там что-то мне по работе взял и так далее. Но это не означает, что ты можешь со мной делать все, что хочешь. Такого не было бы. Значит, вот эта связь между вами, которая началась после этого разговора, регулярно поддерживалась. Значит, я могу сказать, как это обстояло. Я, конечно, постоянно отмолялся. Я живу товарища, потому что квартира гармонтировалась. Значит, живу товарища Турканья Анатолия Александровича. И он также может сказать, что три часа ночи звонит по телефону. Кажет, Лех, приезжай, потому что я не могу. И мне доводится вставать с постели, брать такси в три часа ночи и ехать на борщах. То есть у него постели нет, значит, я ему свою постель привожу. То ни ножа, ни вилки нет, потому что когда он разошел, у него вообще ничего в квартире не было. Я ему все привозил. То есть, значит, и все остальное. Все вопросы решаю я. У каждого такого встречи, как из встречи таких, в половую связь вступает? Ну, Олег Валентинович, как разуметь половую связь? Я же уже сказал, что, как разуметь? Если сказать в дверь, то так вы можете в этот кинокарты, в видеокароль, я могу сказать. Какой был именно звезок? Ну, и если это нужно, значит, то я могу сказать, вступить со мной в половую связь, ну, как это сказать? Сейчас я подумаю, что это толерантно звучало, потому что в карном деле должна быть толерантность. Значит, пытался, но, как я уже сказал, я ему это не дозволял. Он пытался вступить со мной в связь через анальный отверг. Я ему этого категорично не дозволял и в таком случае заявлял, что, Боряк, ты, Барти, собі дозволяешь. То есть, было все иное, но не было этого момента, что я сказал. Все иное было. Если это считать за половую связь, то это было. Месяцами 5-6, пів года там. Я сейчас не могу помнить. Десь пів года. Но это было стабильно, стабильно. Он, я вам скажу, четверто, не в обеду ему будет сказано, но он, конечно, сексуальный маньяк. Если вы понимаете в таком случае, что каждый Божий день звонки, звонки, звонки. Я вам хочу сказать еще такие подробности, что он, даже когда подряджение летал за кордон или еще куда, он звонил мне. Из Швейцарии звонил, значит, летал и с Крабчуком в Швейцарии, в Даос, на, я не знаю, там, форум, какой-то был. Из Швейцарии звонил, в Москву на переговоры летал, из Москвы звонил, еще куда-то летал. Он постоянно звонил. То есть каждый день звонил. Не считая того, что на работе. По пять дня сидел у меня в кабинете. Способом. Ну, я уже сказал, значит. То, что я ему не дозволял, а это арешта. Я думаю, что ты уже дозволил там. Ну, так вы можете, если грубо сказать, то он дрочил, значит, извините меня. Он не был. Да, да. Другие там моменты были. В рот брал, извините меня, опять же. Ну, это вот такие подробности. То есть он брал в рот вашего ручки? Да, как будто. Да, ну, а я же. Не я же. Ясно. Значит, это происходило до момента вашего задержания, 21 июня? Да. 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 Да.